МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал РЭН. Новости Анапа. Регион. В студии Кристина Рабина. Уникальные методы лечения в детских здравницах Анапы лечат светом, светом и магнитным полем. Год будет урожайным. Началась уборка зерновых. В самострое и долой продолжается борьба с недобросовестными застройщиками. А теперь обо всем подробнее. Анапа – уникальный курорт для оздоровления взрослых и детей. Особенно детей. Детские здравницы располагают как современными лечебными базами, стандартными, так и необычными способами оздоровления растущих детских организмов. Со всех уголков страны маленькие пациенты с заболеваниями бронхолегочной и костно-мышечной системы приезжают оздоровиться и подлечиться в Анапу. Федеральный детский санаторий «Бемлюк» открылся более ста лет назад. Песок, который окружает детский санаторий, обладает уникальными целительными свойствами. И это один из ведущих факторов климатотерапии. То есть дети, которые к нам приезжают из разных регионов страны, они именно используют этот лечебный фактор. Море, солнце, песок. То есть все, что мы можем дать нашим деткам, является условием залога здоровья. Помимо климатических лечебных факторов, ребят ждет множество сюрпризов. Насыщенные и листосульфидные грязи применяются для аппликации, а в сочетании с электроимпульсом – непревзойденный способ лечения астмы и бронхитов – гальванотерапия. В кабинете с загадочным названием «Горный воздух» ребятам через специальные аппараты подается воздух с низким содержанием кислорода, подобно тому, который на горных вершинах. Это заставляет организм работать интенсивнее, в том числе дыхательную систему. Ароматерапия – лучшая релаксация. Тут мне очень нравится, так как свет выключен, и только вот эти лампочки, которые светятся, и напоминают какие-то большие кристаллы. И музыка играет красиво, хочется мечтать. Мне стало лучше, например, до приезда я была немножко какая-то скованная, уставшая от школьной жизни, а вот сейчас я чувствую себя отдохнувшей. Всевозможные виды ингаляций и физиотерапии, например, лечение электромагнитным полем с помощью аппарата «Полимаг-01», вибромассаж отдельных участков тела. В санатории оборудована настоящая пещера, иначе голокамера, где создан микроклимат солевых пещер. Хорошее настроение – залог здоровья. Врачи санатория знают, как лечить даже настроение. В кабинете музыко-хромотерапии это лечение цветом и звуком. Расслабляющие звуки природы и радуга. В начале лечения каждый ребенок выбирает цвет, который ему нравится. Обычно это темные оттенки. В конце лечения выбор детей падает на более яркие солнечные цвета. И, конечно, движение. Преподаватель лечебной физкультуры Валентин Шурин зарядку делает в течение всей своей жизни. Ему уже 80. Стимулирует ребят своим примером. 51 год трудового стажа в качестве преподавателя физкультуры. Еще 21 год занимается с ребятами здесь, в санатории, по одобренной авторской методике. Ребята с удовольствием приходят, занимаются. И, как полагается, по 10 занятий каждую смену ребенок нужно отработать. Я стараюсь им эти упражнения, чтобы они запоминали, какое упражнение идет, за каким упражнением. Чтобы дома они то же самое делали. 3-4 раза в неделю. Потом советую хотя бы, чтобы один раз в неделю мама с папой сделали возможность позаниматься в бассейне. После процедур ребят ждет пляж. Псамотерапия или зарывание в теплый песок. Кто не делал этого в детстве? Проводится под непрерывным наблюдением медицинского работника. Песок теплый, хорошо. Пляж санатория «Бемлюк» чистый, оборудован пунктом наблюдения, медпунктом. Непрерывно дежурят два спасателя. Один на лодке курсирует вдоль периметра акватории, другой постоянно на берегу, вдоль линии моря. Морская вода сама по себе обладает уникальными лечебными свойствами. В воде с ребятами занимается инструктор ЛФК. Купание детей должно быть организованным. Чтобы не простудить ребят, чтобы они искупались в несколько заходов, лучше понемножку, чем много один заход там. Поэтому я строю детей по пять групп, по пять отрядов, по полотряда. И они где-то в это время в такую хорошую погоду, где 24 вода, 26-28 градусов воздуха, они по 10-15 минут искупаются в каждом заходе. Ежегодно сотни тысяч детей приезжают в Анапу отдохнуть и оздоровиться. Их отдых и лечение организованы на высшем уровне. И уезжают они отсюда со слезами на глазах. Дружба, зародившаяся в Анапе, соединяет детвору на долгие годы. У Анапы есть все для этого. Обсуждение значительно обновленных правил благоустройства вынесли сегодня на публичные слушания, прошедшие в администрации Анапы. Прежний документ принимали еще в 2005 году. Необходимость в его изменениях продиктована временем. Участие в публичных слушаниях приняли депутаты молодежного совета, общественники, жители Анапы. Об основных изменениях и дополнениях в правила благоустройства территории курорта рассказала начальник управления архитектуры Марина Марченко. Рекламу запрещено будет размещать на тротуарах, пашковых дорожках, парковках, на касадах зданий. Не допускается размещение плакатов и нового информационного материала за исключением вывески. Собственные здания будут вправе разместить только одну настенную вывеску. Владелец рекламной конструкции обязан мыть ее по мере необходимости, но не реже двух раз в неделю. Таким образом, мы надеемся привести в порядок касады зданий и разгрузить улицы от лишней рекламы, что несомненно улучшит облик города в целом. Последняя редакция главного для комфортной жизни курорта документа датирована 2005 годом. За прошедшие 10 лет и ритм, и уклад жизни изменились. Она построится, прирастает новыми жителями и порядок в любимом городе зависит от нас самих. Дискуссия получилась оживленной и очень полезной. Председатель молодежного совета при главе города-курорта Иван Марченко внес существенные дополнения в проект правил. Общественники добавили свое видение вопроса. Руководитель Роспотребнадзора Лариса Медведева также внесла коррективы. Проект правил благоустройства был принят. Документы работают с учетом поступивших предложений и вынесут на рассмотрение депутатов. Горожанам кажется, что Анапа совсем не сельскохозяйственный регион. Но первые обмолотки фермерских хозяйств показали, что он имеет традиции не просто аграрного региона, но еще и урожайного. Голос поля Николая Васильевича Лазарева полновесный и ровный, хоть под линейку мерий. Ячмень сорта «Кондрат». Ровненький, сантиметр в сантиметр. Комбайн едва делает один проход, и бункер его полон. Заместитель главы города Александр Колесников доволен тем, что уборка зерновых началась вовремя, да еще и с очень хорошими показателями. 62 тонны. Это хороший результат. 62 центнера с гектара. Это у нас практически краевые лидеры на сегодняшний день. В этом году ячмень, видно, что он и высокорослый, и плотный. Только вчера мы провели предуборочное совещание, и сегодня уже первые комбайны у нас в поле. Мы сегодня собираем ячмень. Это первая культура, которая попадает в уборку. Далее будет идти пшеница. Всего в нашем муниципалитете 12 700 гектаров предстоит зернобобовых убрать. Из них 600 гектаров – это ячмень, то, что первое мы сейчас убираем. Виды на урожай у нас неплохие, скажу честно. Мы думаем, что мы победим урожай прошлого года. Биологически все сформировано. Теперь наша задача – правильно провести комплекс мероприятий по сохранности и уборке урожая. Семье Лазаревых, обладателем титула «Человек года-2014», не страшны ни объемы, на которые размахнулось их крестьянское хозяйство, ни урожайность, которую показывает каждый гектар. Сын главы крестьянского хозяйства Николай Николаевич Лазарев за рулем МАЗа, несмотря на то, что получил образование ученого-агронома, вывозит только что убранное зерно. Все консультации по подкормкам, борьбе с болезнями он сделал вовремя. И теперь с удовольствием убирает то, на что повлияли его знания и опыт. Еще один сын Николая Васильевича Лазарева, Дмитрий убирает урожай 2015 года на комбайне. Это увлекательное занятие – обмолотить колос, в который вложены все его знания, опыт и силы. Вслед за уборкой ведется опашка территории. В послеуборочный комплекс сбор половы не входит. Она станет частью подкормочного комплекса пашни. Семейный животноводческий комплекс обеспечивается кормами с этой же пашни. Покупать квартиры в самовольно построенных многоэтажках – это значит обрекать себя на жизнь в статусе обманутого дольщика. Без электроэнергии, газа и воды. Городские власти продолжают вести борьбу с самостроями в судах. Бульвар Евскина, 18. Этот адрес известен всей Анапе. Наша телерадиокомпания уже неоднократно показывала сюжеты о данном самострое. По документам на земельном участке разрешено строительство двухэтажного магазина. Но строение пошло выше. Начались долгие судебные разбирательства. Многие анапчане возмущены и взывают к совести застройщика. Сейчас дело находится в Верховном суде Российской Федерации. После того, как оно будет возвращено в Краснодарский краевой суд, назначат время и дату очередного рассмотрения. После всего, что случилось, это строение ждет одна судьба – это снос. Так как земельный участок выделялся под строительство магазина, то есть он находится в аренде и является собственностью муниципального образования города Куротанапа. Предлагать людям покупать квартиры в строящихся без разрешительной документации домах – само по себе уже преступление. Покупатели с точки зрения закона рискуют остаться без своих квартир. Почти достроенные и достроенные самовольно возведенные строения подлежат сносу. К незаконным объектам не подведут необходимых коммуникаций. Воды, света и газа в самострое быть не должно. Анапчан призывает быть бдительными при покупке недвижимости. Убедиться, что у застройщика имеется схема организации данного земельного участка, экспертиза проекта и так далее. Основное – это разрешение на строительство. Список незаконно возведенных домов опубликован на официальном сайте администрации города Курорта в разделе «Внимание. Самострой». С этим списком также можно ознакомиться в управлении архитектуры и градостроительства. Работа пришкольных лагерей в разгаре. Каждый день расписан по минутам. Между тем, работа лагерей – лишь одна из многих форм организации «Досуга детей». Десятки культурных и спортивных мероприятий и конкурсов не дадут школьникам скучать на каникулах. Во дворе на улице Крылова к вечеру оживленно. Пока родители заняты домашними делами, ребятам грустить некогда. На дворовой площадке их ждет веселая компания. Егор выходит играть каждый день. О том, что к ним приходят вожатые, узнал из объявления, которые развешаны на каждом доме. Мне здесь очень нравится. Здесь занимательно, можно играть. Вожатые работают для детворы с пяти вечера. В отряд могут приходить все желающие. Вожатые за работу получат зарплату, а многие – и свои первые трудовые книжки. Мы приходим, они знают, во сколько мы приходим. Мы придумываем им игры. Они сами какие-то предлагают. Дети между собой знакомятся, придумывают что-то интересное. Мы рисуем с ними разные плакаты, играем в спортивные разные игры, проводим эстафеты. Им это интересно, им это нравится. Выходить недоношенного младенца – труд кропотливый и ответственный. Как справляются с этим анапские специалисты, смотрите в сюжете. Цветы этим докторам дарят чаще, чем кому бы то ни было. И это лишь маленькая толика родительской благодарности за спасенные жизни. Сегодня трудно даже представить, что у новорожденных, появившихся на ранних сроках с малым весом, в былые годы было мало шансов выжить. И не потому, что специалисты не были готовы сделать все возможное для их спасения. Не было таких реанимационных систем, какими сегодня располагают соматическое отделение детской городской больницы. Он за окружающий реанимобиль, сюда укладывается ребенок. Тут даже есть возможность ИВЭО проводить ребенка, то есть искусственную вентиляцию легких. То есть мы недоношенного ребенка привозим практически в тех же условиях, в которых он находился в палате интенсивной терапии и реанимации. Неонатолог – профессия очень современная и пока редкая. Учитывая то, что этот специалист следит за здоровьем самых маленьких деток, от рождения до месяца можно понять, насколько его работа ответственна и тонка. Вот этот ребенок 2 килограмма. Не доношенный, у него снимания было. На вторые сутки из нашего роддома он был к нам переведен. Именно вот в этом транспортном кувезе. Ну вот, пока проблемы у него, конечно, еще есть. Вот кислород получает. Доктору дочку 2-1, а передоставлено. Доктору выздоравливает. И пусть кажется, что специализация неонатолога – очень узкое направление, этому доктору необходимо обладать огромным количеством знаний в самых разных областях медицины. А чисто человеческие качества должны быть, как у самой мудрой и заботливой мамы. Ольга Алексеевна Колесникова вместе с Сусанной Маркленовной создавал это отделение и оснащал его. Высококлассный специалист, конечно, да. Очень приятно с ней работать. Человек неконфликтный, доброжелательный, спокойный, уравновешенный. Как раз все качества и характеристики, какие педиатру, неонатологу необходимы. Отделению патологии новорожденных и недоношенных детей в Анапе всего 2 года. Но во внутрибольничном конкурсе профессионализма его специалисты заняли первое место не случайно. Ювелирная работа обязывает. Шутка ли, самая маленькая пациентка весила всего 870 граммов. Сын и дочь Ольги Махновской за две недели в отделении на глазах, если можно так сказать, возмужали и окрепли. Мама уйдет из больницы со здоровыми двойняшками. И сколько еще таких крошечек будут радовать своих родителей благодаря первоклассным специалистам. Я закончила педиатрический факультет, почему-то сразу хотела работать именно с такими новорожденными детками. Повезло, приехала сюда в Анапу, училась в Иваново. Приехала сюда в Анапу и повезло. В роддоме было место неонатолога, меня взяли. То есть это осуществленная, реализованная ваша мечта? Вдруг подумалось, а ведь все эти выхоженные дети и счастливые родители, вручив при выписке дежурный букет цветов, больше никогда не возвращаются сюда со словами благодарности. Вот те мамы, которые потом уходят с малышами в здоровье, они о вас помнят? Не знаю, наверное, помнят. А ни разу так не приходили, чтобы обнять вас, поцеловать? Ну, пока, наверное, нет, не было. При этом и сама Сусана Марклиновна и ее коллеги давно стали знаменитостями Анапы. Раз в месяц обязательно телевидение показывает уникальное отделение. Мы словно не можем поверить, что выхаживание 500-граммового младенца – реальность. И гордимся тем, что в нашем городе это стало возможным. Стадион детской спортивной школы «Олимп» поселка Виноградный принимает кубанский турнир по футболу среди детских дворовых команд. Муниципальный этап всекубанского турнира по футболу среди детских дворовых команд на кубок губернатора Краснодарского края стартовал в поселке Виноградный. Представитель Министерства по физкультуре и спорту края Андрей Скелков поздравил ребят с открытием турнира. Самому массовому, самому простому, самому любимому, спорту номер один в мире, как называется? Громче! Молодцы! Свой творческий подарок футболистам подарили известные анапские рэперы Декс и Тон. В их исполнении прозвучала композиция «Юфо». Площадка стадиона спортивной школы «Олимп» накалилась от настоящей борьбы. Муниципальный этап соревнований продлится до 30 июня. 30 команд в трех возрастных группах сразятся за право участвовать в следующем этапе турнира. Он пройдет с 1 по 8 июля. Завершит выпуск прогноз погоды. В субботу 20 июня в Анапе малооблачно возможен дождь с грозой. Температура воздуха днем плюс 21-23 градуса. Ночью 20-22 градуса тепла. Ветер северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Температура морской воды плюс 22 градуса. В воскресенье 21 июня в Анапе малооблачно дождливо, возможно гроза. Температура воздуха днем 22-24 градуса. Ночью 21-23 градуса со знаком плюс. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 22 градуса. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайны Медной Горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин Тайны Медной Горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова